Полдня развлечений, рукоделия, спортивных занятий и игр на свежем воздухе, а еще командный дух и вкусное двухразовое питание. Все это про летние оздоровительные лагеря, которые наконец-то открылись в Мурманской области. Летний оздоровительный лагерь такой долгожданный. Не только потому, что смена открылась лишь к августу, но еще и потому, что за долгие месяцы дистанционного обучения дети очень соскучились. И друг по другу, и по учителям, по шалостям, по родным школьным стенам, и, конечно, по живому общению. Оздоровительный лагерь «Золотой ключик» при Мурмашинской школе номер один открыл двери для 51-го воспитанника. В отряде «Буратино» ученики 2-х, 3-х и 4-х классов. Разница в возрасте незначительная, зато интересы сходятся. Вообще, самый главный вопрос, лучше дома или в лагере? В лагере! Может, домой все-таки пойдем? Нет! Почему? Потому что в лагере интереснее. Интереснее. Соскучились за это время друг по другу? Да. Скажите, ответ коллеги, а какой сегодня, что вы получили, какой приз за хорошую работу, за хорошую сигнал-казету подняли ручки? Российское движение школьников! В «Золотом ключике» также открыт кружок робототехники, мастерская, очумелые ручки, проводятся уроки музыки. И что немаловажно, лагерь бесплатный для родителей. В связи с тем, что у нас запрещены выезды из-за коронавируса, мы постарались максимально хорошо обогатить досуг детей, чтобы им было весело и ярко, запоминающе, интересно. И самое главное, чтобы дети приходили каждое утро к нам с улыбками и уходили с приятной усталостью. В Кольском районе действует семь издоровительных лагерей. Их посещает около 300 детей. Каждый лагерь получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора и Кожнадзора. Требований много. Каждый день начинается с утреннего фильтра. Детей и сотрудников тестируют о наличии признаков ОРВИ. Также у нас при входе в здание и при входе в пищеблок установлены дозаторы с антистептическими средствами. У нас ежедневно ведется санитарная обработка всех помещений. И перед каждой сменой у нас ведется генеральная уборка. Соответственно, у нас есть специальные приборы по очистке воздуха. И персонал пищеблока у нас работает со средствами литальной защиты. Это используем маски и перчатки. Оздоровительные лагеря открыты в восьми муниципалитетах Мурманской области. В помощь работающим родителям и скучающим ребятам. Мы также заглянули в гости в Оленигорскую школу номер 4. С погодой повезло меньше, поэтому все развлечения в стенах школы. Рассказывайте, кто что делает, что вы здесь рисуете? Я делаю базу с листовочками из кристаллика на вашу базу. А ты? Я вот это делаю для письма. Для письма? У тебя конверт. Ух ты! А кому ты будешь отправлять потом письмо? Деду Морозу. Деду Морозу. То есть готовишься уже к Новому году, да? Да. Также при некоторых школах открыты дворовые площадки. Отличаются отсутствием питания и продолжительностью. Дети там проводят по 4 часа в день. В основном на улице. Ничего не изменилось. Все так же. Единственное, что мы стараемся с отрядами не соприкасаться, соблюдать дистанцию. А так все так же, как оно и было, так и все осталось. Также дети играют, рисуют, пишут. Мы занимаемся спортом, выходим на прогулку. У нас всякие походы различные запланированы. Кроме того, маленьким северянам будут доступны места в оздоровительных лагерях в южных регионах страны. Так что этим летом ребята смогут насладиться отдыхом не только на Леденящем Белом, но и на жарком Черном море. Мы понимаем, что у нас регион находится в Арктической зоне, поэтому организация отдыха для детей за пределами региона для нас очень актуальна и важна. Потому что все-таки это здоровье наших детей. Именно поэтому для регионов, расположенных в... Относящих к регионам Крайнего Севера, такое послабление есть, что все-таки ребят разрешено возить. У нас получено уже согласование от Краснодарского края, от Республики Крым, что они готовы принять наших ребят. В августе и сентябре будет организовано несколько смен. Более двух тысяч детей из Мурманской области отправятся в оздоровительные лагеря и получат возможность отдохнуть на Черноморском побережье. Леана Мхитарян, Борис Савельев, Виталий Попков, ТВ21+.